Доброго времени суток, уважаемые любители бокса! Сегодня мы, Виктор Елымов с канала студия бокса Виктора Елымова И Дмитрий из канала бокс обзора Дмитрия Разберем потенциально интересный бой, который проведут два легковеса топовых Ну, может быть, один из них очень топовый, другой не настолько топовый Это украинец Василий Ломаченко и боксер из Ганы Ричард Коми Хорошая серия и хороший бой Ты думаешь? В принципе, хороший бой Коми был когда-то чемпионом, когда пока не упал от Лопеса И я, честно говоря, не понимаю, зачем этот бой Это, грубо говоря, что пить бывших соперников Лопеса или что? У меня пока знали Как я думаю, тут дело-то в чем? Так как все пояса сейчас у Лопеса, подниматься Лома, наверное, уже не может Ну, в смысле, он может, но там ничего хорошего его не ждет Все-таки это и легкий-то вес, я считаю, это не его вес А суперлегкий, так тем более Вниз опускаться он, видимо, тоже не хочет Нет, на это я почти не могу А в легком весе с кем ему драться? То есть все пояса, они у этого Лопеса находятся Сам он на контракте... Драться с легковесами, которые подписаны для компании Топ Рэнк Это, ну, самый простой, в общем А топовых легковесов в компании Топ Рэнк не так много Которых бы они готовы были поставить Сломаченко С Масаеша на катание он подрался, подрался Теперь вот Коми тоже Так, крайний бой он выиграл Поражение от Лопеса закрыл Вот будет бой с Коми То есть, чтобы, видимо, не простаивать Чтобы там каких-то денег еще заработать дополнительно Вот бой с Коми Ну, а Лопес, да, говорит, что Ломаченко теперь дерется с моими объектами Ну, в этом не сказать, что это уж совсем на пустом месте, да? Ну, да, это выглядит, то есть так Он боксирует с теми, с кем уже боксировал Лопес На что они, как бы, рассчитывают, я тоже не могу понять То есть, ну, окей, сбоксировались на катании Очень сильным соперником Лопес с ним провел 12 раунда И, как бы, как с ним разобрался Ломаченко Ну, просто фантастика, да, по сравнению с Лопесом И поэтому уже, типа, они все загорели реванш Поража с Ричардом Коми Ну, а, к примеру, Ломаченко, ну, к примеру, возьмем Не выиграть нокаутом, да? Или выиграть нокаутом позже А чего он не очухает, а никак? Не, Игорь Я не знаю То Лопес скажет А, нет, смотрите, как я прошел Как его Ричардом Коми Я не дам реванш Ну, то есть, возможно, и такой вариант То есть, получается Сейчас Ломаченко, ну, вот так выглядит Что он должен выиграть еще убедительней Или и быстрее, что ли, чем Лопес Или что? Я не понимаю, чтобы, как бы, забрать реванш Ну, взять реванш у Лопеса Я не понимаю Вообще, кому будет, в принципе, интересен этот бой С Накатани Не то, что интересен был многим Но на фоне того, что Лопес с ним возился 12 раундов Это было интересно И Накатани хорошо отметился победой над Вердехом Да? Накатани хорошо отделался с Вердехом Когда-то проспектом И который дал там бой ровный на Олимпиаде Ломаченко Все прощили ему пояс Но в итоге, что он сделал с этим Вердехом Поэтому какая-то интрига была Ну, а тут я, собственно, большой интриги не вижу в этом бою Честно говоря, опять же, знак вопроса для меня Зачем? Для чего этот бой? Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы? То есть, только лишь Чтобы увидеть, как Ломаченко справится с Коми Ну, то есть, если они подогревают реванш Как бы, а они подогревают его Сейчас Лопес вышел с заявлением снова, что Я его не боюсь, но реванш я давать ему не буду Как думаешь ты, для чего этот бой делать? Ну, во-первых, насчет Накатани Что я хочу сказать? Когда Накатани дрался с Лопесом, он еще был свежий Сколько ударов он там пропустил от Лопеса Сколько он их съел и принял У меня, кстати, есть обзор этого боя на канале Там все подробно это видно Потом был бой у Накатани с Вердеха Где он дважды тоже падал То есть, тот Накатани, который дрался с Лопесом И тот Накатани, который дрался с Ломаченко Уже все-таки это немножко разные боксеры В плане изношенности, да, я бы так сказал Что касается Коми Ну, Коми тоже, я думаю, что не прибавил Бой как бы, чтобы не простаивать Иди в варианту у Ломаченко С кем ему драться? Все пояса у Лопеса Он с ним драться не хочет Подниматься вверх не имеет смысл Опускаться вниз, видимо, уже не хочет сам Ломаченко Или, может быть, уже не может Может, ему вес не позволяет То есть, а с кем ему драться? Хотя, честно говоря, не понимаю С кем мы деремся, капитана, для чего? Организовать, он же на контракте в компании Топ Рэнк Организовать бой с другим бойцом компании Топ Рэнк Это самый простой путь А с кем еще? Тем более, я не думаю, что бойцы из других платформ Они хотели бы драться с Ломаченко Зачем им это надо? Понятно, хотели драться с Ломаченко Когда у него был пояс А сейчас пояса нет Зачем рисковать? И чем? То есть, ты думаешь, все-таки бой Потому что именно с Ричардом Коми Это потому, что вариантов не было И Коми около Топ Ну, я скажу, скажем так, наверное Из всех предложенных вариантов Это был самый лучший Тем более, если сейчас, наверное, все-таки Лопес С Камбососом этот бой выиграет Потом он уйдет в следующую весовую категорию Он там хочет встретиться с Джошем Тейлором А пояса освободятся Соответственно, аж четыре освободятся пояса Поэтому у Ломаченко, как бы Чтобы не накапливалась ржавчина Вот он провел бой с Накатани Проведет бой с Коми Может быть, за вакантный пояс будет драться Когда уйдет Лопес Ну, это совсем другая история То есть, если Лопес выиграет у Камбоса Уйдет в другую категорию Мы же понимаем, как ты сказал Что пояса разведутся И это нужно будет начинать путь С самого начала Ломаченко Почему? Он уже был чемпионом У него победы над хорошими оппонентами Ему дадут, наверное, за вакантный пояс В какую-нибудь сференцию Побоксировать Ну, мы говорим о конечной цели О конечной цели в плане Абсолютного чемпиона мира То есть, если ему даже дадут Как бы, да, за вакантный Он выиграет один А их еще три И у всех, как бы, будет Еще у троих будет владелец Как бы, каждый То есть, я говорю о том, что нужно будет у каждого Потом выигрывать А ему же не дадут сразу Следующего и следующего Все, все, что нажил Непосильным трудом Все же погибло Вот, поэтому, как бы Станет какой-то там Комбососу дадут еще какой-то шанс Станет Комбососу Будет бегать Ломаченко К пример, да То есть, ну, это Это пока что такой путь для Чернистой А другого? Другого пути-то нет Ну, хорошо Все-таки вернем Не будем думать Как произойдет дальше Давай подведем итог Как завершится бой Я думаю, что Ломаченко Ну, не удосрочит его За один или два раунда Я думаю, Ломаченко Как обычно По своей излюбленной Тактике Начнет потихонечку Потихонечку наращивать темп Ну, и к раунду там Вот как с накатанием Пройдет Раунду восьмому Девятому Девятому Я думаю, что Он остановит Коми Потому что Ну, я Сомневаюсь в том, что Коми Что-то Даст Серьезное Ломаченко Бой Как бы даст Ну Это на Первых раундах Если, конечно Ломаченко Все будет со здоровьем Хорошо Это важный момент Как думаю я Ну, я думаю, что Опять же Главное Если Ломаченко Выйдет без травм То тогда он Коми Удосрочит Если у него там будет Опять травма плеча Руки Или чего-нибудь еще Ну, вполне возможно Увидим Мы там сколько Двенадцать раундов Запланированы Да Двенадцати раундовый Бой тогда Полностью Если он будет в хорошей форме Он, я думаю Будет пытаться Коми Может быть Даже завершить И пораньше Может быть К раунду Даже к пятому Шестому Ну, чтобы показать Что для него С чем мы Как бы Его же все будут сравнивать Он же понимает С кем Сильное заявление Проверять я его Конечно не буду Ну да Хотя все эти сравнения Они достаточно Ну, ты же знаешь Ну да По поводу этого боя А ты не предполагаешь Не может произойти Сенсации Что Коми Вдруг попадет Например Ударом справа И все Вполне может быть Сенсация была Боуслопис Тоже Как бы Большой части Так что Все может быть Но будем Смотреть Объективные вещи Ну да Я объективно считаю Что это Маловероятно Конечно Все может быть Это же бокс Там бьют удары И можно заснуть Конечно То есть Этот вариант Один процент По-любому Есть Вот И как бы Я вот так Думаю Напишите свое мнение В комментариях Мы обязательно Изучим И примем Процессуальные решения С вами был Виктор С вами был Дмитрий Из канала Бокс Обзор Всем удачи